всем по привету мои дорогие зрители и подписчики с вами как всегда сладкоежка у маразма вышел новейший видеоролик под названием школьники срывают уроки и хамят учителям ну что ж вы знаете то что сегодня у нас 1 сентября до никому не удивительно всех поздравляю с этим днем вот хороших вам оценок всего наилучшего и хочу сказать то что маразм правильный день для этого видеоролика выбрал да ну хоть чуть-чуть конечно заранее выпустил но все равно в тему значит думаю то что видеоролик будет интересным какие-то момента смешным и так далее тем ребят желаю приятного просмотра в этом видео хочу поговорить о школьниках которые грубят учителям и срывают уроки под моим недавним роликом в котором я рассказывал про беспредел учителей про то как с этим бороться я читал много комментариев о том что и дети в современных школах тоже не айс и порой злоупотребляют своими правами чтобы просто-напросто чувствует свою полную безнаказанность перед педагогами и здесь на самом деле палка двух концах не бывает такого чтобы однозначно все учителя были тиранами а все ученики это забитые пусечки ну и также не бывает такого что все ученики это борзые не знающий границ хамоватые малолетки а учителя это божьи одуванчики ситуации могут быть разные но ясно одно как учитель не имеет права превышать свои должностные полномочия и в открыто унижать детей перед всем классом так и ученики не имеют права срвать уроки и хамить учителям и сегодня мне ну по идее маразм все правильно сказал мы рассмотрим именно такие случаи когда абсолютно избалованные отпрыски чувствующие свою полную безнаказанность просто-напросто терроризируют учителей постоянно срывая уроки и оказывая на них моральное давление вас я на самом деле тоже считаю избалованными я думаю что такие одноклеточные есть в каждой школе я думаю что вам знакомо когда из-за таких вот имбецилов учитель даже не может просто спокойно провести урок отличники ну да есть ученики в принципе ребят разные и вам это не секрет да есть нормальные а есть такие которым лишь бы побаловаться подуреть попротирать штаны в школе и так далее или просто ребята которые действительно хотят слушать учителя и которым важны оценки просто не в состоянии на своих одноклассников как-то повлиять ведь вот я иногда если вел себя плохо на уроке но это не исключение то есть каждый человек какую-то фигню в школе дотворил да но и по я вел себя плохо бывало но когда я пытался что-то учить на уроке я вам скажу одно то что вы когда что-то учите пытаетесь понять и вот такие вот ученики которые значит срывают уроки из-за таких вот учеников конечно сложно что-то понять вот вот нам мире детского коллектива самые наглые и самые борзы всегда оказываются на вершине пищевой цепи и всегда пользуются в классе каким-никаким авторитетом а другие дети которые чаще всего являются такими правильными и хорошими заучками их называют попросту таких супостатов боятся нашей школе был один такой дегенерат на два или три класса старше который постоянно срывал уроки и постоянно устраивал в классе какие-то перфомансы и из-за того что конченное руководство нашей школы несмотря на жалобы родители не хотела его исключать объясняет и тем что они борются за каждую единицу и что трудных детей нужно перевоспитывать родители трех отличников забрали своих детей из этой школы когда я порой слушал аргументы директоров и заучей что каждого хулигана нужно перевоспитывать я не понимал одной вещи а если быть точнее двух во первых неужели эти люди сами никогда не учились в школе и не понимают что постоянные беседы с такими учениками ни к чему не приводят и что такие не ну здесь можно поспорить потому что не всех не всех есть значит ситуации где вот эти вот морали можно сказать да вот это внушение информации до донос информации вот вот эти беседы они помогают целый я извиняюсь за выражение клали на все их разговоры о том как должен себя вести прилежный ученик а во вторых до какой степени они вообще собираются держать таких учеников нашей школе что должно случиться чтобы их родителям точно сказали забирать документы что этот ребенок в кавычках кого-нибудь покалечат или хорошие учителя которые делают имидж данной школе просто уволятся и переведутся в другую из-за того что не выдержат работать такой атмосфере или что еще должно произойти такого чтобы до подобных директоров дошло что если в коллективе существуют паразиты из-за которых стопорится вся нормальная работа тот таких паразитов нужно избавляться а не тратить все свои силы и нервы на то чтобы годами их перевоспитывать расскажу историю у нас в параллельном классе был один отпитый двоечник который ни во что не ставил ни учителей ни даже директора и постоянно срывал уроки у него даже был челлендж среди одноклассников какую хрень он на этот раз исполнил тут не ну вот это уже ужас менял всем оценки в электронном журнале пока учительница была на перемене что ей потом приходилось вручную все это заново исправлять это считайте она свое время потратила до чтобы поменять обратно оценки да а их еще запомнить надо если она где-то не пишется вот и вместо того чтобы чем-то другим заниматься она вот потратила время на это украла учитель ноутбук точнее не украл смысле забрал себе в смысле спрятал во время уроков шкафу а ты меня так не пугай чтобы учитель понервничал и побомбил где его ноутбук один раз измазал проектор который стоял на передней парте за маской имеется ввиду сам объектив проектора и учитель чего бина недорогие не мог нормально включить презентацию даже оттереть эту замазку не получалось так как это было сложная оптика учитель просто-напросто боялся мне вот интересно и чем это закончилось это делать и вот теперь просто вслушайтесь знаете что сделала заучка да этот гидроцефал всех уже изрядно выбесил собрала классный час и призвала всех ребят из двух параллельных классов объявить ему бойкот за то что он не хотел вести себя по-человечески вы же понимаете что это такой же абсурд как если бы в тюрьме менты построили зэков и призвали объявить бойкот ворам в законе за то что тени хотят жить по правилам администрации неудачная конечно аналогия но хотя бы понятно ежу очевидно да неудачно я согласен видно что в детском коллективе дети которые умеют проявлять силу и наглость просто-напросто подавляют других детей и никакое воспитание коллективом по отношению к ним не работает так как этого хотелось бы учителям я вообще выступаю за то чтобы в школах была какая-нибудь система пунктов как например в той же японии или южной корее я сейчас точно не скажу как у них эта система устроена но железная дисциплина в школах поддерживается за счет того что нарушители этой самой дисциплины просто-напросто из школы выгоняют и переводят в спецклассы для трудных детей и подростков где их обучением занимаются те педагоги которые обучены работать с такими особями и знают как найти к ним свой подход а необычная 25 летняя галина петровна которая только выпустилась из педвуза и половина урока вместо того чтобы преподавать материал занимается урегулированием дисциплины в классе многие мне напишут что такие меры слишком строгие что дети тоже не должны чувствовать себя в школе как в тюрьме но понятие дисциплины она никак не отрицает того что дети имеют право отстаивать свои права когда учитель свои полномочия превышает как-то самовыражаться высказывает свое мнение по поводу темы занятия который идет в разрез учительским дисциплина это уверенность ученика в том что если он захочет срывать уроки хамить учителям задирать своих одноклассников прогуливать занятия без уважительной причины то его дальнейшее обучение в данной школе будет под очень большим вопросом ведь стоит помнить что получение среднего общего образования это обязанность каждого гражданина российской федерации не хочешь ты учить уроки и считаю что школа тебе в жизни никогда не пригодится пожалуй да и не только российской федерации я могу так сказать просто выбор твой закончит и хоть на одни двойки девять классов и скатертью дорожка в свободное плавание только будь добр выполняй свою обязанность не мешать другим детям получать знания а учителям спокойной атмосфере эти знания давать к сожалению пока законодательная база не предусматривает в принципе какого-то законного воздействия на подобных индивидуумов единственное что можно сделать это только в случае если от хулигана в сторону остальных учеников исходит какие-либо угрозы или имеет место быть вымогательство то есть когда один ученик у другого отобрал телефон или что-нибудь подобное или присутствует побои если он кого-то избил это обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних уже за какие-то реальные преступления или правонарушения сюда же отнесем какую-нибудь порчу имущества учеником то есть если он условно сломал парту или как я вам уже рассказывал повредил дорогостоящий проектор обычно такие вопросы решаются на местах и неформально но если родители наотрез отказываются возмещать ущерб у школа в судебном порядке вправе требовать с родителей эти средства но однако если ученик условно нахамил учителю кричал на весь класс тем самым срывая урок или делал что-то что не попадает ни под уголовную не под административную статью то к сожалению каких-то реальных ощутимых методов дисциплинарного воздействия законом не предусмотрено не а вы же мне скажете что школа имеет право по закону отчислить ученика за систематическое нарушение дисциплины да но действует это только с учениками достигшими 15-летнего возраста до 15 лет школа не имеет права лично исключать ученика в соответствии с законом об образовании да даже если брать те ситуации когда действительно школа решила исключить учить то есть после 15 можно принимать меры какие-то прям да ну искать жесткие до до 15 лет и по они ну они должны находить другие путь его ученика то это очень сложный бюрократический процесс школе во-первых нужно доказать комиссию что поведение ученика девиантные неприемлемо и плюс ко всему мы все знаем как на это реагируют родители они тут же будут выказывать возмущение не знаю вот я живу в украине да вот я закончил 9 классов и что хочу вообще сказать типа чтобы прям с какими-то жесткими ситуациями вот с этим проектором как маразм рассказывал да я не помню чтобы я сталкивался вот насчет учителей чтобы они мне хамили чтобы там они как-то плохо ко мне относились и я тоже не могу вспомнить вот может я настолько старый что я не могу вспомнить но я не могу вспомнить вот вроде все было нормально вот если были какие-то со мной косяки да если этом играл в телефоне на уроке то это все решалось соответственно вот так что я не помню чтобы что-то плохое было ощущение говорит что школа предвзято относится к данному ученику и чаще всего комиссия встают именно на сторону родителей плюс это может навредить имиджу школы поэтому в большинстве случаев директора сами в неформальной обстановке просят родители перевести своего ребенка в другую школу но в нашем же случае во первых супостату уже было 15 а во-вторых директор даже не настаивала на том чтобы не то что его исключить а чтобы хотя бы его родители перевели его в другую школу и больше вам скажу из инсайдерской информации которую нам поведали сами учителя директриса попрекала учителей в невозможности обеспечить дисциплину на своих занятиях и обосновывала она это тем что якобы учителя не в состоянии заинтересовать учеников своим предметом поэтому они хулиганят от безделья нет конечно такое тоже имеет место быть и действительно есть учителя абсолютные непрофессионалы которые привыкли читать текст бумажки и притом думают что ученики должны слушать но опять же это ну текст бумажки читать это одно вот соответственно как я считаю если уже учитель читает текст да он должен как-то этот текст разбавлять что в принципе я на учебе и наблюдаю вот и по там не просто текст вообще не текст вот в украине вот у нас вообще не текста досмотря еще конечно где у меня лично не текстом презентации что-то вот решаем если это математика да там на доске вот и так далее то есть пишем конечно же то есть от такого что взяла листок и чисто читает весь урок такого нету я не могу это сказать про своих учителей это все перекладывание ответственности чем у нас директора школ но очень уж любят заниматься каким бы скучным и неинтересным не был учитель это не дает право ученику нарушать школьную дисциплину есть на самом деле и другие методы дисциплинарного воздействия например перевести ученика на домашнее обучение но будем честными не у каждой школы есть ресурсы на то чтобы обеспечить такое удовольствие поэтому к сожалению система наша в этом плане несовершенно что очень досадно на этом у меня все ставьте лайки подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте на колокольце чтобы не пропустить мои следующие видео дорогие мои зрители и подписчики что я вам хочу сказать насчет данного видеоролика видеоролик получился прикольным интересным до с познавательной информацией вот соответственно и от себя добавил вот что-то думаю вам было интерес до видео ролик как раз вот вышел на начало сентября вот так что до от души вам всем ребят огромное спасибо за просмотр сайте лайки подписывайтесь на канал комментариях пишите свои истории свое мнение насчет данного видеоролика от маразма мнение насчет моей реакции вот ну и соответственно не хулиганте ведите себя порядочно вот теме желаю добра всем удачи и всем пока пока